Сегодня искусство порой отходит очень далеко от нравственных идеалов. А между тем так важно, чтобы данный от Бога талант использовался во благо, обращал души людей к Творцу и жизни по его заповедям. В Пятигорске прошел литературный форум «Золотой Витязь», на котором чествуют тех, кто своим творчеством возвышает людские души. С подробностями наши коллеги. Почти целая неделя прошла в Пятигорске под знаком «Золотого Витязя». Десятый юбилейный международный славянский литературный форум собрал десятки поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов, сценаристов. За нравственные идеалы, за возвышение души человека. Так звучит его официальный девиз. Он, очевидно, становится одним из самых ярких литературных фестивалей в нашей стране. И, пожалуй, единственным кинофестивалем, который начинается с молебны. В частности, у других книжных смотров это не принято. А «Золотой Витязь» действует в традиции нашего культурного пространства российского. В литературном Пятигорске форум традиционно начинается в день рождения Лермонтова и проходит параллельно с лермонтовскими праздниками поэзии. Но в этом году посвящен Пушкину, 220-летию со дня рождения поэта. Высшая награда «Золотого Витязя» – золотая медаль имени Пушкина за выдающийся вклад в литературу в 2019 году присуждена двум литераторам – писательнице и этнографу Галине Медведевой и секретарю правления Союза писателей России, писателю, поэту и драматургу Константину Скворцову, который представили на пресс-конференции в Молодежном центре Спасского собора. Вначале было слово, напомнили на форуме. Внимание того, что литература служит словом и слово служит литературе России, конечно, все объявляющие доставляют нам и ответственность, и радость, и обязанность работать над небом по словам. Вот, видите, это фактически единственное явление в жизни России, которое по-настоящему защищает Россию. Заключительный тур 10-го международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» проводится при активной поддержке губернатора и правительства Ставропольского края, администрации города-курорта, Пятигорской епархии. Для каждого из нас русский язык, который сохраняет форум, это больше, чем просто язык, убежден архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Программа форума, как обычно, обширна. Мастер-классы писателей на разных площадках, кинопоказы, творческие встречи, лекции, видеопрезентации, вечера поэзии и романса. По словам Николая Бурляева, «Золотой Витязь» врастает корнями в Пятигорскую землю. Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова